И вот таким образом поочередно забиваем колени и возвращаем их внутрь в царю. Здесь есть определенное ощущение давления, да, на коленном суставе, когда мы убираем ноги. Есть оно присутствует. Можно немножко вот их раздать, немножко чуть-чуть, просто снять напряжение. Вот, очень хорошо. Давайте теперь непосредственно, мы сейчас попробовали очень хорошо проработать структуру ног, самих ног. И затронули уже крестец и поясницу. Давайте мы сейчас пойдем чуть глубже в крестец и поясницу. Переходим в положение на четверинки. Значит, посмотрите, все боли поясничного отдела, которые спровождают беременность, особенно на последних триместрах, в смысле на последних неделях триместра третьего, всегда связаны с отсутствием правильной иннервации. То есть, с нарушением проводимости нервов в поясничном и крестцом. Поэтому нам с вами очень эффективно, очень показано, я могу на самом примере сказать, что я ни разу пока давление беременности не чувствовала каких-то болей, связанных с поясничными болями, с втыканиями в ногу, единственным было ощущение зажима иголицы, когда я очень долго посидела. То есть, когда я по непривычке своей не делала ничего. То есть, отсутствие подвижности спровоцировало во мне определенный зажим, который я сняла за два дня, благодаря подобным роду упражнениям, которые будем делать сейчас. То есть, это действительно очень эффективные методики. Это не голословные какие-то практики, это очень эффективные детства. Мы с вами остаемся на четвертых линках. Шагаем правой стопой через бок вперед. Ладони остаются с внутренней стороны правой стопы. Давайте мы с вами шагнем чуть-чуть пошире по возможности. То есть, не 90 градусов сделаем, а чуть пошире. Опять, очень сильно не делайте. У каждого свой вариант. Вам не нужно быть сейчас очень сильно натянутым. Ладошками удерживаем вытяжение. И начинаем очень мягко от крестца через правое бедро создавать круговое движение. Вот такое, вращающее. Наружу. Наружу. При этом, смотрите, вы не резко провисаете вперед-вниз, а потом доделываете. Бедро крутите? Да. Левое бедро? От бедра. Наружу. Угу. И коленка? Да. Коленка, она здесь дополнительно просто несет в себе роль. Да. Вот так, вот основное движение на бедро и от бедра наружу. Да? Вот. У нас идет вращение. Угу. Вот. Здесь создавайте то движение, которое вам удобно. Но при этом старайтесь немножко динамику поддерживать. То есть, чуть увеличивать движение по амплитуде. Есть. Возвращаемся в центр. Потихоньку уменьшаем движение само по себе. Возвращаем его в центр. Фиксируем в центр. Правая ладошка сталкивается от бедра, от колена. Можно немножко в центр сместить вставку. Левой ладошкой ложимся на область крестцового сочинения. Угу. Раскрытое бедро. И мягким движением вытягиваемся вперед. Квозь, поэтому мы раскрываем бедро чуть наружу, чтобы для животу выйти наружу. Угу. Вот. Опять же, посмотрите, здесь очень эффективно действует система расслабления, ненужных деталей. Вам не нужно здесь держать руку. Да? Вы ее можете расслабить. При этом направьте корпус вверх, но не так сильно, чтобы было ощущение пережимания верхушки душной части. Угу. Вот оно, это движение, оно очень удобное, оно очень комфортное. При условии, что вы правильно себя выстроили и правильно держите. Угу. Углубиться можно в него по мере того, как вы чувствуете растяжение, удобное для вас, да, пахло с виски. Возвращаемся в центр. Ладошками опираемся о пол, носочки натягиваем на себя и небольшими движениями, такими подтягивающими вниз, ни в коем случае не пережимая живот бедром, да, то есть живот у нас внутри находится. Мы с вами вытягиваемся вниз, то есть докомпенсируем движения колена. Да, носочки остаются наверху, есть, переносим дождь тела чуть вперед и через сторону уводим правое колено назад. Давайте скомпенсируем движения на поясницу, очень стандартные, очень известные, от этого не менее эффективные движения, поза кошки, бедоласана, да, потому что мы с вами все знали наверняка. Со вдохом вытягиваемся вверх. С выдохом мягко раскрываемся вниз, стараемся направить подбородок чуть вверх, растянуть брюшную полость, создать пространство свободное для провисания брюшной полости. И несколько таких движений удобных для вас в режиме, в объеме. Те, которые вам... А как дальше это сейчас? Хорошо. С отдохом движение у нас идет... Так, вот исток. Вот исток. Здесь по-разному дышать, да, на самом деле. Здесь дышать так, как удобно. Вообще, очень хорошо со вдохом делать движение при подъеме внутрь. Но, с другой стороны, многие объясняют, что здесь идет сокращение внутреннего резерва организма, поэтому здесь пожелать не делать выдох. Здесь не запаривайтесь над теми, как именно дышать. Создавайте вдох равномерный на определенном движении. И такой же выдох равномерный. То есть, найдите удобный для вас процесс движения. Вот. И сделайте несколько таких движений, чтобы вам было комфортно. Очень сильно не растягивайтесь. Здесь, скорее, важно так немножечко соблюсти баланс с поясницей. Возвращаемся в центральное положение и шагаем левой стопой вперед. Чуть увеличиваем раскрытие бедра чуть больше, чем 90 градусов. Да, под коленку, если надо что-то подложить, если очень тяжело. Ладошки с внутренней стороны левой стопы, левая стопа чуть наружу у нас с вами. Вытягиваем таз чуть вперед и вниз. И начинаем мягко вращать бедро наружу. Левым бедром рисуем круг от тазобедренного сочинения. При этом мы провисаем вниз, немножко, чуть назад уходим. Очень комфортные движения. Их можно выполнять на любом сроке беременности. Если нет, конечно, противопоказаний в первом триместре и в третьем триместре, противопоказаниями вы знаете, какие могут быть в первом триместре. Нарушение приживаемости, скажем, плода, то есть угрозы выкидыша. В третьем триместре, если это расхождение лобково, симфиза, то что не всегда комфортно это движение и нежелательно. В остальном это очень хорошая практика, которая готовит хорошей, эластичной ткани органов малого таза. Есть. И возвращаемся в центр. Левая ладошка опираемся на колено, подтягиваемся вверх, правую ладошку на крестец. И с выдохом очень аккуратно углуждаемся в натяжение вниз. При этом немного вытягиваемся вверх от поясничного отдела. Расслабленная левая рука, она у вас спокойненько стоит на бедре. Таз натягивается вниз так, как ему удобно. По мере продвижения и вашей ощущения старайтесь добавить немножко ладошки. Возвращаемся в центр. Ладошки опускаем на пол, натягиваем левый носочек и чуть-чуть брюшной полостью возит в сторону, для так, чтобы не было давления несколькими движениями, компенсируем натяжение подколенного схожилия. Есть. Перевозим ладошки внизу, увозим левое колено назад. И буквально в 3-4 раза еще совершим цикл бедра ласаны в поле кошки. Так, чтобы вам было удобно. Долг, равнивайте всегда ощущения в пояснице, для того, чтобы она у вас развивалась гармонично. Очень хорошо. Собираем стопы носочками внутрь, колени делаем пошире. Вот здесь есть два варианта. Первый вариант, когда ставим ноги на носочке, давайте мы сделаем сначала такой вариант, а потом сделаем другой. Вытягиваем таз назад и руками растягиваемся вперед. Вот здесь будут активные запястья. Посмотрите, что это значит. Мы приподнимаемся на кончике пальцев рук и активизируем внешний край запястья. Так очень глубоко прорабатываются плечи и лопатки. Вы это можете почувствовать. Можно положить голову на лоб, можно положить на подбородок, можно опустить грудную клетку в полу, так, как вам удобно. Как позволяет ваше тело. Локти старайтесь зажать прямыми. Немножечко продышите. Это опять же стимуляция паховых связок, раскрытие тазопережных суставов, но при этом расслаблением поясницы очень хорошего. Поднимаем голову чуть вверх, ладошки опускаем на пол. Вытягиваемся вверх. И сделаем второй вариант более расслабленный, когда подъемство полежит на полу. Еще чуть более широкое положение для бедер. И мы с вами вытягиваемся вниз. И здесь, конечно же, все будет зависеть от того объема живота, которым вы владеете на данный момент. То есть, можно чуть меньше опуститься. Можно опуститься в стиле расслабления следующим образом. Поставить кулак на кулак. Например, вот такое положение. Это очень комфортное положение. И создать уже расслабляющую ситуацию. Но при этом ваша спина будет мягкой и длинной. То есть, она будет вытягиваться ближе к полу. Не округляться, а вытягиваться. Старайтесь толкать немножко живот между бедерами. Вперед. Это положение очень хорошее, расслабляющее. Кстати говоря, это положение очень эффективно используется в начале схваток, тогда, когда они достаточно легкие. Ну и, в принципе, с сложными складками тоже можно пробовать работать в этом положении. Вытягиваемся вверх. Собираем коленочки вместе. Давайте с вами вспомним то движение, которое мы делали сегодня утром. Которое относилось к работе с грудным отделом, но при этом оно естественным образом, так как организм это единое целое, затрагивает поясничный и крестцовый отдел. Это работа в поясничном отделе, уже сейчас больше сконцентрированная сюда, на прогиб и на вытяжение. То есть мы с вами цепляемся за бедра, с выдохом отталкиваемся назад. Здесь уже мы стараемся больше растянуть поясничный отдел. И с отдохом от центра, уже не проныривая вперед, а просто от вертикали этого корпуса прогибаем поясницу. Здесь очень важно делить. Можно вытягивать грудную клетку, да? Вот почувствуете разницу. Здесь мы вытянули грудную клетку, а здесь мы вытянули поясницу. Да? Вот немножко разница, чуть-чуть. Есть, она присутствует. Здесь направьте копчик вверх. И постарайтесь просто грудную клетку держать нейтрально. Вот это движение, направление копчика вверх. Углубляем его обратно внутрь и вниз. Уводим вытяжение. И с отдохом нейтральное положение спины и подтягиваем хвостик вверх. Сокращаем поясничный отдел. Усиливаем здесь движение. И поделаем только локальное движение. Внутрь чуть-чуть, спина уже достаточно нейтральная. И вверх на растяжение. То есть это такой вариант мула-бандха, но с таким вот соединением езды с седаричными косточками и под пятками. Вот очень хороший вариант. Очень хорошо работает тогда, когда у вас есть тренировочные схватки или схватки уже легкого периода первого, или уже переход к таким более интенсивным схваткам. Очень хорошо работает для того, чтобы расслаблять мышечные структуры. Можно делать так стоя, но стоя скорее будет немножко больше работать мышцы ног, будешь больше уставать. Вот, потому что здесь в положении сидя, да, есть определенное вот это вот сжимание голени и такое немножко нервирующее ощущение, но в положении стоя будет работать больше корпус. Можно делать так, как вы думаете, можно и так, поправить и так. Просто мы сейчас с вами находимся в положении сидя, и почему бы не сделать сидя? Да, чтобы вас тоже лишнего не дергать, чтобы у вас было все логично. Есть, это есть. Очень хорошо. Теперь давайте мы с вами немножко коснемся работы тела касаемо нагрузки и снятия, вернее, нагрузки с печени и с почек. Потому что именно эти органы очень сильно подвержены каким-то изменениям во время беременности. Почки несут на себе очень важную нагрузку во время беременности. Они призваны с большим усилием, с большим количеством очищать, выводить, фильтровать мочу. Печень призвана тоже понижать выработку гормона эстрогена, содержание эстрогена. Мы с вами об этом говорили. Это не хороший гормон с точки зрения хорошей беременности. То есть это не совсем важный нам гормон в это время. Поэтому мы с вами должны обязательно воздействовать на внутренние органы, знать, как это делать и это делать самое главное. Я сейчас вас научу, как это делать. Разворачивайтесь под линия коврика, как я сейчас вставала. Значит, есть очень хороший вариант, который используется в практике классической практики йоги, в практике пренатальной йоги, в практике йоги-терапии. То есть это все наши варианты, так называемая парикхасана. Парикхасана – это поза ворот. Почему она так называется? Потому что здесь человек образует половинку ворот, как кажется древним людям, которые назвали эту асану, исходя из ее видоположения. Что нам нужно здесь с вами сделать? Мы с вами попыли на коленях. Левая ладошка убираемся в пол на расстоянии приличном от колена упорного. Водоль направлено пальцами вперед. Выставляем правую ногу в сторону. Посмотрите, есть два варианта. Есть вариант постановки на ребро стопы внутреннего. Есть вариант постановки на стопу целиком. Выберите удобнее, в котором увереннее себя чувствуете и упорнее. Растягиваем корпус. Растягиваем. И удлиняем свободную правую руку вперед и вверх. То есть мы выстраиваем с вами длинную такую линку. Вот кончика пальцев руки. И через бок, не заворачивайтесь слишком сильно, здесь надо держаться раскрытые. Здесь важно растянуть бок. Весь. Пальцы активные, напряженные. Пальцы активные. Ладонь направлено внутрь. А стопа опорной ноги? Стопа опорной ноги. Либо на ребро стопы, либо вон все прижаты к полу. У меня стоит стопа на подъеме. Можно пробовать опору на пальцах, как удобнее. И немножко разверните взгляд. Немножко разверните взгляд из-под правой руки вверх. Чуть-чуть. А, на другую сторону. Опускаем ладошку на бедро. И для стабилизации этого движения, вот таким образом, немножко ногу поднимаем. Не очень сильно, чтобы не было взаимодействия с прессом активным. Да, здесь сразу стреляем. Это говорит о том, что опять же есть неразвитые структуры мышц бедра, которых быть не должно. Да, поэтому мы с вами это делаем. Опускаем вниз. Еще разочек. Создадим вариант парикасаны. Ладонью опорной отталкиваетесь от пола. Разворачиваете тело. Растягиваете его. Животок здесь очень хорошо. Опускаем ладонью на бедро. И вытягиваем стопу. Стопа носочком на себя. Все, выше никак? Легко? Легко не надо. Мне вот эти колебания не нужны. Надо, чтобы было все достаточно четко. Опускаем ладошку на пол. Переносим. Сделаем на другую колебания. И с другой стороны то же самое действие с вами проделываем. Правая ладошка в пол. Пальчиками вперед. Левая стопа параллельно длинному краю повлика. Стопа либо на ребро, либо на внутренний край. Задняя стопа либо целиком прижата к полу подъема, либо упирается носочком. Растягиваем корпус изначально. Сначала разворачиваем и растягиваем. А потом уже на длинный корпус вытягиваем руку. Взгляд чуть-чуть из-под левого плеча. Рука мощная, длинная. Сильно вытягивается. Пальчики активны. Да, растяжение должно идти вот отсюда. Да, длинное движение. Очень длинное здесь растяжение. И опускаем ладошку на бедро. Мягко. Корпус изкручиваем внутрь, да, не роняем плечо. И вытягиваем левую ногу, фиксируем. Вот это втыкание в бедро нормально. Просто не доводите до ощущения, когда вы можете держать. Опускаем. Еще разочек. Доворачиваем спину, чтобы было вытяжено. Начинаем длинно вытягиваться в спину. Шею не перенапрягайте. Если чувствуете спину напряжения в этом положении, опустите вниз голову. Опускаем ладошку на бедро и еще до вытягиваем стопу. Движение мы сейчас с вами сделаем более глубокое воздействие на почке. Более хорошую работу с печенью в том числе. Продолжение следует.